Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Напоминаю вам о том, что уже несколько недель мы расшифровываем особое мнение. То есть текстовый вариант передачи появляется там же, на сайте эхакирова.ру. Правда, не сегодня, не в тот день, когда выходит особое мнение, а, как правило, на следующее. В общем-то, это очень тоже удобно. Николай, я до сих пор под впечатлением от второго часа программы «Дневной разворот». Мы говорили об итогах Московского урбанистического форума, о том, как Москва преображается. В том числе, как говорили, развивается за последние 7 лет уникальные решения. Люди чувствуют себя живущими не в мегаполисе, среди этих бетонных коробок различной высоты, но в реальных таких природных условиях, где и зелени очень много, и натуральных материалов, дерева и так далее. И вот, как известно, у нас в октябре будет первый городской урбанистический форум, где мы будем обсуждать будущее развития нашего города, благоустройство, появление новых форум благоустроительных и так далее. Вот хочу вас спросить, самое, что вам не нравится в нашем городе, что бы вам хотелось ликвидировать как депутату городской думы? Ну, вы знаете, у нас люди в соцсетях на что жалуются? Огромное количество борщевика, отсутствие нормальных тротуаров, велодорожек. Для мам с колясками очень много мест, где невозможно пробраться и так далее, и тому подобное. Вот самая основная проблема такая в плане пространства городского. Поддержу, на прошлой неделе был в Москве, и в центре Москвы как раз приятно удивился тем изменениям, которые там произошли. Потому что там улочки стали именно как раз в районе Красной площади был, Государственной думы. На ходном ряду. На ходном ряду, да. То есть вот эти все подходы туда, если раньше там, правда, было много машин, то сейчас это достаточно такие уютные, чем-то напоминают Европу или какие-то такие вот места красивые, достаточно очень хорошо там поработали. Я думаю, что, конечно, обязательно нам нужно в городе делать не нечто подобное, а делать что-то свое, но чтобы это было привлекательно и для людей, именно для жителей города, в первую очередь для жителей города, ну и, конечно, для гостей города. Ну, вас-то как жители города, что в первую очередь не устраивает? Проблема... Во внешнем облике. Во внешнем облике это, конечно, наши дороги и тротуары, по которым не всегда замечательно ходить, но, например, так же сравнивая с другими регионами, где-то еще есть даже деревянные тротуары, не буду называть города, в которых тоже недавно побывал, поэтому... Но у нас деревянные тоже есть. Ну, деревянные только у стройки в основном, где стройки... Нет, я имею в виду так называемые наплавные тротуары из дерева, которые у нас организуются в период поводка и так далее. В центре города, когда есть существующие старые деревянные тротуары, такое даже есть, ну, достаточно крупные, конечно, не 500 жителей, но немножко поменьше. Так что еще достаточно где-то неплохой вид нашего города, но хотя я бы очень много чего изменил. Я говорю, и тротуары, и скверы тоже надо прибираться, и опять тот же борщевик, о котором вы говорили, то есть буквально и в городе есть, а тем более за город выезжаешь, тут практически все. У нас все кругом им цветет и пахнет то, что надо уничтожать в первую очередь. А чтобы вы оставили ни при каких условиях, не избавились бы от этого, ну, вот какая-то наша фишка такая, вятская, кировская, уж не знаю, как она называет, вот чтобы... Ну, знаете, вот модное слово, да, дизайн-код некий, вот чтобы... Так сразу надо, наверное, даже не готов на такое ответить. Ну, в принципе, наши старые дома, то есть вот это именно старые... То есть историческую часть. То есть историческую часть, то, что у нас сейчас где-то там какие-то высотки появляются, тоже очень ярый противник данного. данной застройки, а именно старые дома, даже пусть и деревянные, конечно, необходимо оставлять, потому что это наша история. Это именно облик нашего старой вятки, так сказать, нашего Кирова. Ну, депутатам Гордумы, я думаю, прямой путь на урбанистический форум, который в октябре будет, да, дай бог, обязательно побывайте. Обязательно. Я инженер-строитель по образованию. Вот видите, вам близки очень тема, и сейчас активно, да, очень разворачивается вот это обсуждение, что же нужно делать в нашем городе, чтобы он более был похож на современный, цивилизованный, ну, в первую очередь, с точки зрения, конечно же, самих жителей, их удобства и так далее. Хорошо. Напоминаю, да, что вы можете задать вопросы Николаю Барсукову на нашем сайте kirova.ru. Вопросы есть и у меня. Ну, начну с одного, наверное, из самых актуальных, то, что связано с вашим именем. Как известно, вы будете участвовать в довыборах в законодательное собрание Кировской области. Мои коллеги из новостного отдела, такой категоричный заголовок к новости придумали. Николай Барсуков бросает гордуму, что действительно бросает. Ну, вы видели, разумеется, да. Видел, но... В общем, обоснование хотелось бы услышать, почему вы в областной парламент решили пойти. Как вы прекрасно знаете, у нас нет представителя в законодательном собрании Кировской области именно от нашей партии. Но мы на прошлых выборах набрали более 3%, что позволило нам теперь без сбора подписей выдвигать своих кандидатов. И учитывая, что в прошлом году на выборах в городскую думу мы получили более 5%, то я думаю, что есть шансы, хотя, конечно, я выдвинулся в районе, но тоже были свои основания именно попробовать поучаствовать в выборах еще раз в законодательном собрании. И я думаю, что шансы для того, чтобы пройти в законодательном собрании есть. А учитывая, что все-таки я прошел в городскую думу по списку, поэтому мы вместо... Если я пройду в депутаты законодательного собрания, то место коммунистов России не потеряем. Не потеряется. Можем назвать фамилию? Такое ощущение, что Николай Барсуков и в Гордуме один человек в фракции, и руководит, так простым языком говорю, региональным отделением. Вот сегодня Николай Барсуков, Николай Барсуков. Нет, ну вот если посмотреть президентские... Сколько у вас соратников? В президентские выборы, то у нас очень активно нашу... Ну я его, конечно, утрирую, да. Нет, ну я понимаю вас. Потому что на президентских выборах, так как вы прекрасно знаете, что там нельзя было депутатам участвовать, быть доверенными лицами и участвовать в дебатах, то у нас очень много ребят, где-то порядка семи человек, наверное, участвовало в дебатах, если не больше, у нас где-то порядка десяти было доверенных лиц. То есть мы в Москве попросили достаточно большое количество на выборах президента доверенных лиц, и поэтому практически постарались максимальное количество наших молодежи, то есть те, кто у нас есть в партии, чтобы они прошли именно дебаты. Это и Садовников Сергей Викторович, и Рыбников Евгений Валентинович, Никонов Сергей Юрьевич, Шулятьев Сергей Валерьевич. То есть у нас достаточно большая и молодая команда, которая может участвовать. И сейчас на выборах в городскую думу у нас выдвигаем своих кандидатов по одномандатным округам, поэтому я думаю, что будем бороться и развиваться, и именно бороться за места во всех представительных органах власти. В общем, если пройдете в областной парламент, то место ваше, как представители коммунистов России, не останется ликвидированным, не будет ликвидировано в городской думе. Да, у нас ведь еще и депутат есть районной думы Юрианской, Гислицын Алексей Михайлович, так что мы участвуем, практически стараемся во всех выборах, тем более у нас сейчас без сбора подписей, и шанс хороший. Вы идете по Орлипческому, да? Да, по Орлипческому. Около номер 10, всего, как сообщили СМИ, 13 человек будет участвовать до выборах в областной парламент. С чем связываете такое внимание? Ну, немало кандидатов, достаточно конкуренция такая. Там и новые политические движения, Давид, заявились, в том числе для участия, трудовая партия России. Да, да, да. Вот с чем связывается? Ну, во-первых, я не считаю, что... А места всего лишь два. Я не считаю, что это много. Если у нас посмотреть по количеству партий, то у нас только партии представлены в Государственной думе 4, плюс мы, как партия, которая про трехпроцентный барьер в Кировской области прошла без сбора подписей. То есть это уже, по крайней мере, можно было предположить, что 10 кандидатов по двум округам будут. Ну и три человека, самые выдвиженцы от партии трудовая Россия. Я думаю, что это немного. Могло быть и больше. Регистрация впереди, да, в качестве кандидата уже? Когда об этом будет сообщено? Мне уже сообщили, что я уже зарегистрирован. Я на прошлой неделе был в Москве, мне позвонили с избирательной комиссии и сообщили, что я зарегистрирован. Так, значит, сейчас мы от агитации воздерживаемся, потому что вы уже зарегистрированный кандидат. Так, да, да. Да, хорошо. Ну, 9 сентября, напомню, что будут у нас до выборы. Как думаете, пойдет народ найти до выборы? Ну, здесь учитывая, что... Просто есть мнение, да, что вот у нас местные выборы, в местные парламенты, в том числе, как-то вот не слишком народ на них идет. Ну, конечно, будет меньше, чем на выборах президента. Я считаю, что людей придет. Но, по крайней мере, как мы постараемся, кандидаты, как ставим свою программу, насколько будет большой интерес. Но, опять же, у нас выборы, как всегда, проходят в сентябре, когда люди снимают урожай в своих дачных участках. Поэтому тут достаточно сложно собрать большое количество. Ну, будем агитировать. Ну, вы в целом за или против тех людей, которые призывают до сих пор перенести единый день голосования, так называемый? Ну, я бы считал, что, конечно... С осени на весну, в том числе. Что это... Да, законопроект же был у нас. По весне гораздо более удобно и большее количество людей. То есть мы столкнулись, если два года, по крайней мере, участвовали достаточно активно нашей партией в законодательное собрание Госдумы и Городскую Думу. И в этом году мы на выборах президента участвовали активно. То больше, конечно, людей идет именно весной, о чем мы показали выборы президента, когда они состоялись. 18 марта, да. 18 марта, да. Небольшая пауза у нас сейчас будет. Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы, руководитель регионального отделения политической партии Коммунисты России. Это ваше особое мнение. Вернемся через полминуты. Особое мнение на 101FM. Ну, конечно же, мы не можем не поговорить о повышении пенсионного возраста. 19 июля, в четверг в прошлое, как известно, Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении повышение этого возраста. Вы знаете, я вспоминал накануне нашего сегодняшнего разговора в эфире позицию коммунистов России по данному вопросу. Ну, естественно, в интернете почитал, увидел, что в городах Коммунисты России организуют тоже митинги. А у нас в городе сразу у меня возник вопрос. Николай. У нас в городе мы будем организовывать. А у вас еще только в планах, да? Потому что ЛДПР, КПРФ, они уже вовсю. Если честно сказать, то, по крайней мере, мы тут активно, наша организация, вы, наверное, знаете, занималась и лагерем. И большую часть политической, наши активные ребята у нас уехали помогать другие регионы. Так что мы тут в этом году, большая часть у нас разъехалась. Поэтому сейчас заканчиваем выдвижение по другим регионам помощь, оказываем партийным организациям. Поэтому у нас где-то на 5 августа, вот примерно сейчас точно дату, по-моему, 5 августа у нас всероссийская акция намечена коммунистам России, партии. По крайней мере, сейчас согласование. Именно по теме повышения возраста. Да, по теме повышения пенсионного возраста. И поэтому мы будем активно участвовать сейчас у нас в Кирове. Так что мы не ушли от этой темы, тем более, учитывая, что... Ну, слушайте, так это в августе 10 дней остается. Тут уже надо во все уже заявлять о себе, получается. Да, да, да. Ну, вот сейчас согласовываем. Единый день просто сейчас в Москве согласовывается эта дата. Как будет согласовано, мы сразу заявимся и будем активно по этой дате работать. А я сам 19-го числа был у Госдумы, участвовал в пикете. О, а я читал про эти одиночные пикеты. Да, они там были, оказывается. Ну, одиночный пикет у нас Максим Александрович стоял с плакатом. Максим Сарайкин. Да, Максим Сарайкин. А мы рядышком тоже поддерживали. Даже я заменил на какое-то время его с этим одиночным пикетом. Ох, ничего себе. Это был призыв партии? То есть вас пригласили поучаствовать? Или это ваше такое рвение? Нет, я приехал по работе в Москву и как раз не мог не посетить данное мероприятие. То есть участвовал. Как раз в то время, когда депутаты обсуждали этот вопрос, вы там стояли? Да, да, да. То есть перед заседанием Госдумы мы там участвовали, стояли в данном пикете. Вы держали в руках какой-то лозунг? Там лозунг означал, чтобы коммунисты, которые присутствуют в Госдуме, активнее поддерживали народ и именно не сдавались пропаганде, которые не принимали данный закон. Так они не приняли, но надо активнее участвовать, активнее. А в чем видите недоработку КПРФ в этом отношении? Людей выводят, подписи собирают. Что еще можно сделать в этом случае? Я считаю, что это все-таки, все равно они не так активно работают, как хотелось бы, чтобы более широкие слои, более упущения. Я считаю, что если бы мы присутствовали в Госдуме, то мы бы работали более активно. Пока, я так понимаю, вы не хотите в конкретику углубляться. В конкретику, да. Не буду все раскрывать. Какие есть варианты, есть возможности. Ну, раз уж вы сказали самостоятельно сами, что были в Госдуме, как вообще это проходило? Люди обращали внимание? Проходившие что говорили? Удалось ли пообщаться? Конечно, общались. У здания главного парламента страны. Что удивительно, то практически партии присутствовали, рядом было Яблоко, рядом была Трудовая партия, Мы коммунисты России. То есть практически весь спектр партий пришел в Госдуме и говорил о том, что необходимо, нельзя принимать этот закон о повышении пенсионного возраста. Так что мы точно так же яркие противники данного закона. Если он был принят, там, первый раз вот этот пенсионный возраст был установлен, если мне не сменят память, в 37-м году или в 36-м году. Но вот Путин комментирует, вот недавно сказал, что в 56-м году был установлен. В 56-м это второй раз он установлен. По крайней мере, я где-то видел информацию, сейчас не, так сказать, точно не могу сказать. Но, по крайней мере, Путин, я слышал его выступление о том, что он не одобряет все предложения. Но, по крайней мере, я тоже считаю, что с ее стороны должно быть более активно эта позиция озвучена. Хотя и она озвучена была по всем средствам массовой информации. Но все-таки нельзя принимать такой закон, нельзя так повышать пенсионный возраст. Тем более, что у нас есть резервы в стране, и именно решать их за счет пенсионеров, я думаю, что нет смысла. Ну, учитывая, что недавно было интервью у Соловьева, нашего же министра экономического развития, Силуанова, который... Подождите, Силуанов... Нет, я немножко другой просто... Силуанов, Минфин, а интервью Познера вы имеете в виду? Нет, я немножко другое хочу сказать, что сейчас же еще у нас повышается НДС, 20%. И когда он в этом интервью, я просто немножко перескочил по теме, я хотел сказать, что... Ничего, не торопитесь, время есть еще. Решая вопрос пенсионного возраста, мы за счет повышения не решим вопрос пенсии. Точно так же за счет 2% НДС мы не решим вопрос наполнения бюджета. То есть за счет НДС мы не решим этот вопрос. То есть вот это вот вещи, которые нам пытаются преподнести с точки зрения того, что вот сейчас давайте немножко пенсионный возраст двинем, поэтому у нас пенсионеры будут получать больше на сколько? На тысячу рублей, на две тысячи рублей. Но это на них все равно не проживешь, на эту пенсию, которая сейчас есть по-хорошему. Если платить за квартиру, если платить все коммунальные услуги, в магазин ходить. То есть мы же все прекрасно представляем, ходим в магазины, что сходишь в магазин и практически там тысяча рублей осталось. Ну это мы знаем, да. У коммунистов России есть конкретные предложения альтернативные. Не повышать пенсионный возраст, но что делать? Вы сказали, есть другие все-таки ресурсы. Конечно, у нашей страны очень большие ресурсы, которые у нас те же деньги направляют на более качественное развитие экономики. Не то, что у нас сейчас происходит. Дальнейший вопрос у вас там будет. А также о нем и коснемся то, что сейчас у нас в стране происходит. То есть деньги тратятся на не развитие экономики, а там вкладываются в какие-то ценные бумаги, когда необходимо. Я бы считал все-таки нам деньги вкладывать в реальный сектор экономики и развивать экономику. А мы смотрим, что у нас и предприятия загибаются, уменьшается количество предприятий и так далее. То есть ужесточаются меры налоговые и прочее. Поэтому я считаю, что здесь нужно развивать именно реальный сектор экономики. Тогда мы сможем увидеть результаты, что экономика будет наполняться, а не за счет пенсионеров. Если человек доработал до 60 лет, то в принципе ему надо дать возможность и пенсию получать, и подрабатывать дальше. А не то, что ему ограничивать его до 60 лет. И говорить, что ты должен обязательно работать. Да, и ты должен обязательно работать, и никакой пенсии тебе не положено. То есть я считаю, что это неправильно. Ну, по поводу комментариев Путина, по этому поводу, хотелось, чтобы вы еще высказались. Интересная такая ситуация получилась. Журналисты его, будем профессиональным языком выражаться, поймали. Ведь где-то там в Калининграде, на стадионе, на встрече его с волонтерами. Я так понимаю, что вопрос был этот согласован. То есть вы его зададите вот здесь. Это была неофициальная пресс-конференция и так далее. Путин сказал, что ни один из предлагаемых вариантов мне не нравится. Но давайте будем зрить в корень, что называется. Экономические предпосылки таковы, что без этого не обойтись. И пенсионный возраст, и слова его о том, что у нас сейчас на пять пенсионеров шесть работающих граждан приходит. А это уже все, это уже дисбаланс. Если еще несколько лет подождать, то все, пенсионная система лопнет. Насколько стоит, на ваш взгляд, доверять словам главы государства о том, что он попытается рассмотреть и взвесить все точки зрения, все доводы услышать перед тем, как принять конкретное решение в виде подписи главы государства. Разумеется, вот вам верится в то, что действительно будут учтены в том числе и мнения, и недовольства тех людей, которые выходят на эти митинги, и оставляют свои подписи и так далее? — Хотелось бы верить, но поживем-увидим, потому что, в принципе, рассматривая ситуацию, что она достаточно ярко сейчас серьезно всколыхнула, население практически ехало в такси в Москве, там таксисты обсуждают, что пенсионная реформа, парень молодой, а уже об этом задумывается. — То есть он навязывает, таксист навязывает эту тему пассажирам, да? Давайте про пенсионный возраст поговорим. — Да-да-да, то есть достаточно очень активно и агрессивно настроены молодежь и в Москве, в том числе, то, что сейчас происходит в стране, их не устраивает, и пенсионная реформа, и налоговое обложение, и поэтому, и то, что там ужесточение Сбербанк производит своих клиентов переводы денежные и так далее, то есть это все достаточно активно сказывается и на реальном секторе экономики, я говорю, об этом разговаривает. — Я ему не представлялся, что я являюсь депутатом или членом политической партии, достаточно активно работающих, но вот человек мне рассказывал, молодой причем, что произошло в нашей стране, как у нас СССР развалился и так далее, то есть я просто сидел и слушал, думаю, ничего себе, то есть это я мог ему об этом рассказывать, а не он мне. — А вы спросили, а за кого ты голосовал, уважаемый товарищ извозчик? — Просил, он сказал, что он ни за кого не голосовал и агитирует активно, то есть вот эта вот пропаганда, я считаю, либеральная о том, что если не ходить на выборы, то мы тем самым покажем власти, что мы не голосуем, мы против. То есть я считаю, что это как раз неправильная позиция, я пытался его переубедить в данном вопросе о том, что надо прийти, проголосовать обязательно, испортить, не испортить бюллетень, но хотя бы прийти, чтобы в ситуации о том, что ты не голосовал, такого не могло присутствовать, или там кто-то за тебя какой-то произвел сброс бюллетеней. То есть я считаю, что все равно нужно приходить на выборы и обязательно голосовать. И вот эта ситуация мне тоже показалась достаточно интересной, о том, что вот у нас даже в столице об этом говорят таксисты. — Ну, вполне понятная вещь, да, действительно. Ну, как сообщил спикер Госдумы Володин, до 24 сентября будут приниматься предложения по совершенствованию этого законопроекта, что там будет внесено. Непонятно пока, ну, в осеннюю сессию уже Нижняя палата парламента будет рассматривать этот вопрос. Ну, на ваш-то взгляд, все-таки вот эта активность людская, она вылится в более мягкие условия. Вот я почему-то внутренне убежден, что поднимут, вот, а вот насколько интересно бы сейчас знать. — Поднимут как и в какие сроки, хотя нам сейчас везде говорится, что вот пенсионеры работающие, да, правильно, о том, что сейчас у нас люди стали жить, жить дольше и так далее, но это, так сказать, единицы. Мы опять вытаскиваем из общего контекста единицы, а то, что человек, который подходит к пенсионному возрасту, он уже не такой работоспособный, не имеет такую работоспособность. Да, конечно, он там хороший там столер или если именно работает на производстве, то, конечно, хороший производственник, но все равно это уже человек, который очень много лет работал, уже, так сказать, организм не тот и уже человек немолодой. То есть сталкиваясь, вот, часто работая там со студентами, то есть понимаешь разницу возраста между молодым человеком, почему мы, например, немножко переключусь, да, немножко другую тему забегу, по поводу, опять же, студенческих отрядов, почему мы, например, в основном брали часто в строительных отрядах работу именно на земле, благоустройство и работа с землей. То есть студент, его не нужно долго обучать, как положить тротуарную плитку или выкопать куб земли, этот объем он мог выполнять так же, как и профессионал, который там всю жизнь работает на данной виде работы. И как бы он там не научился за все годы хорошо копать землю, он все равно будет примерно с молодым человеком, примерно на равных. То есть поэтому здесь, как бы, чем старше, тем уже и выдержка не та, и выносливость и так далее. Поэтому надо учитывать вот этот момент, и все-таки мы еще не дожили до тех времен, то есть в будущем, когда там люди будут жить 150-200 лет, и когда можно считать, что там до 100 лет можно работать в нормальной, хорошей физической форме. У нас еще, по крайней мере, медицинские показатели не такие. То, что стали жить дольше, да, но тут немножко другие факторы, там, те же там хорошие бытовые условия, хорошее там передвижение по сравнению с прошлым, но все равно я считаю, что это пока мы еще не созрели. Вы видите в эфире федеральных телеканалов телесюжеты, где так хорошо преподносится нам это все, где работающий пенсионер, которого не отпускает работодатель, несмотря на его возраст и на его право уже находиться на заслуженном воздухе, говоря о том, что... Отдыхе, простите, да. Говоря о том, что это самый ценный работник, я его ни за что не отпущу. Еще просто в начале июля ведомости писали о том, что из неких структур, в том числе администрации президента, такой создан неформальный штаб, который занимается пиар-сопровождением пенсионной реформы, и в том числе вот эти сюжеты, они как раз укладываются в эту линию. Видели? На вас это работает? Ну, как вот я смотрю... И сработает это по отношению к людям? Ну, я смотрю на свою маму, например, да, то есть как бы там вроде хорошо она молода не выглядит. Маме, простите, сколько лет? Маме уже 60. 60. У моей маме тоже 60 почти что. Да, по поводу сюжетов, да, вы смотрите. Да, по поводу сюжетов, и все равно возраст уже человека не тот, хотя вроде бы привыкли, что всегда может и успевает, все равно уже возраст не тот, поэтому надо к людям относиться совсем по-другому. Я считаю, что рано еще рано, вот то, что я перед этим говорил, что как бы нам ни показывали, что они там 60-62 года еще хорокорятся, через 2-3 года уже совсем другое здоровье. Топилин с трибуны Госдумы, министру, да, напомню, заявлял о том, что будут созданы в регионах программы поддержки пенсионеров, чтобы они работали, чтобы их обязательно принимали на работу. Доверяете этим обещаниям? Ну, у нас вот на каждом углу кричат, что дают кредиты всем предпринимателям и организациям развивающимся. Вот мы, например, на свой лагерь для развития там в весенний период не могли взять ни одного кредита, так что вот вам и вся эта реклама наша. Ну, как обычно, да, сейчас говорится об этом, а что будет потом в реальности, это под большим-под большим сомнением еще. Хорошо. Сейчас прерываемся на рекламу традиционную для середины часа. Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы, руководитель регионального отделения политической партии коммунисты России. Реклама. Скоро продолжим. Особое мнение на 101FM Николай, я еще не видел нигде ваших комментариев по поводу сказанного недавно митрополитом Кировским, Дятским и Слободским, вернее, да, простите, не комментировали? Нет, еще нигде не комментировали. Вот сейчас у вас будет возможность с таким ответным словом выступить. Я напоминаю, о чем речь. Митрополит Марк на открытии памятника царской семье упрекнул депутатов Кировской городской думы в том, что они опозорили на всю страну наш город, потому что не разрешили устанавливать памятник на набережные Грина, да? Правильно я говорю, набережные Грина, да? И он сравнил вас, вас депутатов, депутатский корпус городской, с революционерами, которые сто лет назад уничтожали святую Русь. Вот. Категорично, категорично. Как лично, я не знаю, что-то восприняли это вот такой вот. Депутаты в ругательном каком-то смысле уж тут поразвучало. Если именно революционером, то я считаю, что это... Спасибо ему за сравнение. О том, что уничтожили Русь, я не считаю, что это было уничтожение Руси. То, что произошло в 1917 году, именно Великая Октябрьская социалистическая революция. И так я ее так трактую, не переворотом и не каким-то другим событием. Поэтому я считаю, что установка памятника Николаю II, это как раз было бы раз позор на всю страну, если бы мы такое согласились установить, композицию. И те рассказы о том, что это памятник семье. Ну, давайте посмотрим, у нас ведь сколько царей было, сколько у них семей было и более великих царей. То есть если рассматривать личность Николая II, как императора, да, царя российского, то во время войны он бросил свой пост и убежал. То есть я считаю, что это как руководителя государства. То есть давайте переведем там на 1945 год, когда шла война, и там Сталин бы ему сказали, что он такой плохой-сякой, мы тебя решили отстранить от власти. Он бы сказал, ну и ладно, я уеду и уехал в Сибирь или куда-нибудь еще. Ну, тут, конечно, не совсем корректно проводить это, но... Ну, с другой стороны, как говорится, если рассматривать... Ситуация уникальная, конечно, да. Да, но с точки зрения рассматривать о том, что там устанавливать памятники семье, ну давайте установим... Я тоже не сторонник тех действий, которые были предприняты, именно расстрел всей семьи. Я тоже считаю, что надо это... Нельзя было этого делать, надо было поступать совершенно по-другому. Но были конкретные ситуации, было конкретное время, и кто-то конкретно поступил так, и я считаю, что это надо было изучать. Я считаю, что человек этот недостоин. Хотя, как это происходило, мы тоже не знаем. Ну, возвращаясь к словам, Тамарко, вот лично вас обидели эти слова, как депутаты? Нет, меня не обидели. Не обидели? Эти слова, потому что... Почему? Я бы обиделся. Я не обиделся, потому что я сам голосовал даже против того решения, которое Дума принимала. Напомните. Это именно рекомендовать установить памятник там, потому что я считаю, что... А вы как раз были за то, чтобы, в общем-то, на Набережный Грин? Нет, я как раз против вообще установки памятника. А, вообще? Да, вообще... Нигде? Нет. Не на территории монастыря? То есть зачем решение Думы вообще не было необходимости в решении Думы, какого бы то ни было, о том, чтобы рекомендовать, не рекомендовать? Если они хотят установить какой-то памятник или постамет на своей территории, пусть останавливают. Это их территория, она им принадлежит. Там можно установить все, что угодно. И рекомендации Городской Думы, я считаю, что не было смысла вообще рекомендации выносить. То есть хотите устанавливать, не хотите, на территории города, я считаю, что такой памятник нет необходимости ставить. И он как раз внесет, в первую очередь, раскол у нас в нашем городе, именно среди жителей, потому что, если вы помните, какое было обсуждение... Довольно активное. Достаточно активное. Если там посмотреть, то достаточно большая часть, я считаю, что больше 50%, порядка 70% присутствующих, было как раз выступало против установки памятника. Не на территории или вообще в принципе? Вообще просто в принципе установки. Вопрос состоял о установке в принципе памятника, если изначально. А вопрос о том, что установить на территории Трифонового монастыря этот памятник, то есть этот вопрос, я считаю, что он вообще не стоит. Потому что если я захочу у себя в саду поставить какой-то памятник, я поставлю, не спрашивая никого. Потому что это моя территория, мое личное пространство. Поэтому здесь, я считаю, что этот вопрос сразу неадекватно стоял и был поставлен о том, что разрешить установку памятника. Поэтому меня слова митрополита не тронули и как бы нисколько не обидели, потому что человек считает, что необходимо установить. У каждого свое мнение, необходимо, необходимо. Ну и городская дума решила, что только не на территории города. Хорошо, пять минут остается. Хотелось бы еще узнать вашу позицию по материалам, озвученным недавно Кировской счетной палатой, счетной палатой города Кирова. Серия разоблачений, так скажем, очередная. Я назвал это от контрольно-счетной палаты. Ну, серия, почему? Потому что все мы помним, многие помнят о выводах счетной палаты, о том, как работает система питания, да, помните? Да, о том, что там продукты, в том числе, закупаются втридорогой и так далее, и тому подобное. И структуры, через которые все эти платежи проводятся, там, бешеные зарплаты руководителей. Потом было разоблачение работы ДДХ, ну, как разоблачение? Ну, в общем, сказала свое слово, да, вот, свою позицию контрольно-счетная палата. И вот сейчас АТП-деятельность, да, проверена счетной палатой. Много там выводов и о том, что золотой парашют получил Николай Дубровин, экс-директор АТП, в размере полумиллиона рублей. И плюс еще выявлено, что он назначал себе премии необоснованные, составляющие 100% от своего месячного оклада, и так далее, и так далее по АТП дальше, да. 14 миллионов были в 2016 году на покупку трех автобусов с устройством для заезда и выезда в салон инвалидов. А потрачены они, оказывается, зря, потому что изначально автобусы эти покупались с браком, эти устройства не работали, у третьего автобуса вообще ее спилили. Вот, ну, честь и хвала за контрольно-счетную палату, за их кропотливую работу, за то, что вынесли вот в паблик эти сведения. Но вот как дальше-то с этой информацией быть? Считаете ли вы, что все-таки по закону должны отвечать ответственные люди, если есть вообще такой закон? Тут глава города Елена Ковалева сказала о том, что не сочтите меня там кровожадной, но я хочу, чтобы все-таки жесткие решения были приняты. Это уж я так пересказал, да? Ну, я согласен с этим. И итог 400 миллионов минус, да? Ну, давайте немножко отойдем пораньше, да, то есть вот 90-е годы, когда нам активно... Четыре минуты у нас, далеко не надо отходить. Быстро достаточно постараюсь этот вопрос обсудить, то, что нам пытались тогда рассказать о том, что только частная собственность спасет нашу страну, государственно это неэффективно, но вот пример эффективного менеджмента, да, то есть где у нас человек, который получает высокие зарплаты и ни за что не отвечает, то есть сейчас у нас частная собственность больше охраняется, нежели государственная, хотя там в советские годы вспомним... Подождите, АТП это МУП? Муниципальное. Муниципальное предприятие, да. Ну, я имею в виду государственное, я так... Муниципальное, то есть я считаю, что все равно... И город это тоже как бы государство, ну, так утрировано. Я считаю, что все-таки это не частная собственность. Да. Поэтому, поэтому я считаю, что все-таки надо более жестко контролировать именно руководителей, которые занимаются, руководят такими предприятиями и вводить уголовную ответственность за такие... За что конкретно уголовную? За то, что он себе стопроцентные начислял или что? А все, потому что такие заработные платы и плюс ущерб, который нанесен городу, это все должно быть уголовно наказуемое. Причем в новостях-то это преподносится, но я не видел слова 400 миллионов ущерба, что это именно ущерб. Не знаю, может там какой-то другой статус какой-то у этой суммы. Ну, все равно муниципальное собственно... Вы считаете, что это ущерб? Конечно. Что это должно быть все-таки... нами рассмотрено как ущерб, и все-таки надо с этим вопросом активно разбираться, и те люди, которые здесь нанесли его, должны понести заслуженную ответственность. Плоть до уголовной? Плоть до уголовной. Так. А то, что сказано опять-таки контрольно-счетной палатой по поводу платной стоянки УЖД вокзала, там миллион потрачен в прошлом году, а стоянка сейчас не работает. Вот, опять же, тут тоже садить, сажать. Ну, я не сказал, что сажать, я сказал, что ответственность... Нет, просто у многих же ассоциируется, раз ответственность уголовная, и все, значит, за решение. Потому что раз либо такая материальная достаточно, которая хорошо ударит по карману руководителя, то есть если мы вот занимаемся, общественная организация, лагерь, то все вот эти вот ответственности, где-то деньги неправильно потрачены, они все равно бьют по нам, бьют по карману, и мы следим за этим вопросом, чтобы таких не возникало. То почему здесь у нас занимаются люди, руководят предприятиями, и они к этому относятся наплевательски? Ну, я вам скажу почему, ну, предположу, вернее, почему. Потому что, возможно, есть некая цепочка, когда один человек прикрывает другого, второй прикрывает третьего, и все они каким-то образом... А страдает город Киро. Я предполагаю, напоминаю, я не утверждаю. А страдает город Киро, страдаем мы все. Поэтому тут не должно быть каких-то цепочек и так далее, надо все цепочки... Ну, это понятно, что не должно быть, ну, а как к этому прийти-то, на ваш взгляд? Полностью новых, старых убрать, уволить, привести новую команду, не знаю, реорганизовать, разрушить сюда основание? Нет, разрушить до основания не надо, но, по крайней мере, активно заниматься и контролировать данный процесс. Я думаю, что должно быть под силу новой команды. То есть делать полностью прозрачную систему, контрольную, когда в любой момент можно потребовать отсчет, что, как, все протекает, когда можно посмотреть и так далее. Ну, вот я, видимо, так уже итог подвожу нашей беседе. Николай Бурсуков, депутат Кировской городской думы, без 15.2 у нас на часах. Сейчас будут новости по традиции, тематические программы. Всего доброго, Николай. Всего хорошего, до свидания. До свидания.